Чё всё засвечено? Что-то как-то непонятно было. Всем огромнейший-огромнейший привет! И это называется «Пришло лето». Наконец-то, да? Сегодня такое у нас 11 июня. Тысячу лет уже не снимала. И сегодня я всё-таки выкрыла небольшую минутку для того, чтобы снимать влог. У меня тут кофе в руках. Подставки откачали и сгнили. Вот здесь вот, да, куда я кофу? Раньше ставила. Поэтому как-то будем приспосабливаться с вами. Ну вот, я к чему. Пришло лето, поставили качели. Сама судьба велела снимать на улице. И какой-то ветродой. Это что такое? У нас, кстати, 1 июня, наверное, либо 2 июня прям снег шёл. Ну такой уж не откровенный снег, чтобы с сугробами, но что-то типа грады. Вообще, это весна какая-то супераномальная. На огороде полнейшая неразбреха, наш огородик. Девочки, я не вижу, видно вам, не видно. Девочки мне до сих пор пишут. Я где-то в клуб говорила, что, да, сарай наш старый на месте. Пишут, Ань, что ты обманываешь? Какие огороды? Вы же там лентяй, лоботряски, вы ничего не сажаете. Девочки, мы разбили огород, но как-то я на нём не акцентирую внимание. Это знаете, как вот блогеры, когда рожают детей, да, первое время их не показывают, но чтобы насладиться, так скажем, да. И наш огородик – это как наш маленький ребёнок. Серьёзно, мы сами любуемся, мы находим противопрожжение Ахти. У нас очень тяжёлая такая земля. Мышь и землю привозил, и что-то ещё привозил сюда, на участок. Ну, в общем, мы это сделали. Ой, сейчас я послушаю, слышно что-то или нет, потому что ветер приличный. Пересла в машину, послушала. Там не то, чтобы не слышно, да, не то, чтобы ветер боит, но напрягать лишний раз слух, да, никому не хочется. Ну, и мне в том числе, вот когда я смотрю блоги, да, блогеров любимых. Ну, что хотела сказать. Какая-то сегодня мега заторможенная. Ну, я знаю, почему, сейчас вам тоже расскажу, объясню. Да, у меня закончилось место на карте, и сейчас вручную удаляла там какой-то контент. И столько вот контента такого неопубликованного, какого-то уборочного, и сейчас сама удаляю, я самодумываю, Аня. Ну, наверное, год назад ты бы ни в коем случае ничего не удалила, обязательно бы выложила, где-то сохранила, да, предварительно. Но жизнь поменялась. Такой раз по счету я сегодня пью кофе. Утром два раза, у родителей два раза, сейчас пятый раз. Что-то, конечно, пляжков надо уходить от кофе, опять переходить на коллаген. Элементарно приходить с работы, не заливать глаза кофе, а разводить себе коллаген. Установку себе надо такую дать. Сегодня суббота. Ну, я говорила вам, да, уже, что когда ежедневно в будние дни работаешь, на выходные копаться очень много дел. Я сегодня, наконец-то, осилила и поставила, Господи, правильно бы сказать, абатмент. То есть, ну, это связано с моим зубным имплантом, то есть формирователь Дисней. И, вы знаете, я даже не успела попереживать по поводу этого, я не успела побояться, ну, потому что все это дело подразумевало анестезию, да, вот этот опять убестезин, убестезин, как правильно. Просто такой водоворот событий, столько разных моментов возникает, что даже не успеваешь эмоционально прореагировать серьезно. И я как-то сама того не ожидала, очутилась в кресле своего имплантолога. Быстренько он мне, да, поработал скальпелем. Была такая поверхностная анестезия. И в очередной раз я себя корю, Аня, дура, ты зачем отказалась от нормальной анестезии? Потому что, ну, было неприятно даже в каких-то моментах больно. То есть скальпелем, когда он работал, вроде бы ничего. Но потом, когда вот эти тракции, когда он мне закручивал в мой имплант формирователь, его прижимал, три захода. Конечно, я была в шоке, что такая боль. Подбывала немного и потом тоже тянула, давила. Я так понимаю, что это Десна болит. И мы еще умудрились с мужем купить обувь практически для всех членов семьи. Кроме для Лидочки, как бы не купили. Не помню, для мужа мы купили или нет. Честно, моя голова вообще. Сейчас зайду домой, покажу вам вместе с вами. Разберем. И в магазине я уже поняла, что я все, что мои резервы закончились. Приехали домой, сразу приняла обезболивающее и просто отключилась. Вместе с Аленой мы выстегнулись, так скажем. Ну все, зато этап под названием... Наша малинка сортовая там... Ой, девочки, не спрашивайте меня о чем. Смотрим реально, вот как детей своих ежедневно. Там утром проснешься, бегом на огород. Что там выросло, что не выросло. Что болеет. Что буксует, так скажем, да. Так интересно, такой новый жизненный этап. А что я хочу сказать? Да, жизнь идет. И все, с прикусом у меня закончено. Дело, теперь еще недели-две, и я надеюсь, что окажусь без своего терминаторского обмундирования. Не представляю, как я буду вообще без своих железок. Уже так к ним привыкла. Читала на форумах, что девочкам потом чего-то не хватает. Там где же остатки пищи и прочее, прочее, прочее. И потом боятся, что зубы опять разъедутся. Ну, у меня, наверное, то же самое будет. Я уже заранее переживаю. Тысячу раз сегодня ортодонта спросила, как, чего там. Я так и не поняла, я несколько дней буду вообще без ретейнеров, без кап. Или несколько часов. Чуть-чуть. Что-то как-то так, как говорится. В общем-то, ну, хочется просто выговориться. Я знаю, что многие девочки интересуются по поводу всей моей зубочелюстной истории. И многие мне до сих пор продолжают писать. Ань, как вот это, как вот то. Там расскажи, пожалуйста, о свете, так скажем. Да, девочки, спасибо вам огромное. Я хочу сделать такое одно большое резюме всего того, что происходит в нашей... Ну, в моей жизни, да, вот эта зубная история. Просто за своим здоровьем нужно следить однозначно. У меня кое-какие наметки тоже есть. Потому что мы взрослеем. Никто из нас... Еще не было ни одного такого человека, который бы молодел с годами. Стареют все наши внутренние органы, структуры. В том числе костные, в том числе зубные. Поэтому за собой нужно следить. Где, если что-то, чего-то не так, то, как говорится, не упускать эти моменты. Надо же, у меня муж наконец-то собирается сейчас на почту. Вот когда я вышла на работу, даже забрать посылки с почты. Вот с понедельника динамиум, серьезно. Вроде бы ничего такого сверхъестественного, да, но лишней минутки нет. Сегодня суббота, с понедельника. Слушайте, сколько дней хранятся посылки? Десять дней? Или сейчас месяц уже? Я отстала от жизни, кажется. Сейчас я камеру вот сюда поставлю, да, на руле. Потому что сейчас будет серьезная история. Сейчас еще муж подошел, говорит, ну, что насчет того, чтобы что пожрать? Когда все успеть, я не знаю. У меня там есть молодая картошка, кстати, в Магните. Видите, такая нормальная молодая картошка, именно бренда Магнит, да? Моя семья, что ли, не помню, девочки, что-то у меня с мозгами в последнее время. В общем, та продукция, которая выращивается специально для Магнита, вот по овощам, по фруктам, мне нравится. Да, и недавно в Магните покупала мандарины и посмотрела на коробку. Такие они какие-то, знаете, а-ля новогодние. Ну, дорогие, 199 рублей за килограмм, посмотрела коробку производства Южная Африка. Представляете, такие обалденные мандарины. Я дала за них 280 рублей, но мы их уплели просто на раз-два. Они стоят этих денег, у них очень тонкая такая кожурка. Хотела в Телеграм там пост какой-то сделать, но не успела. Не знаю, с чего начать, чем закончить. Как это все преподнести вам. Но об этом нужно рассказать. В общем, если вы смотрите не первое мое вот это видео, то вы, наверное, в курсе о том, что 2 октября прошлого года нам привезли кошечку. Ее мы назвали маркизенькой, беленькая такая. И она была рождена, по-моему, 2 августа. Ну, вся эта хронология к тому, что на сегодняшний момент ей не было бы. Да, не было бы. К сожалению, такая приставочка, такой суффикс, как правильный. Ей не было бы и года. И маркизенька у нас очень хорошо прижилась. Дети были в восторге. Она очень дружила с детьми. Вот другой такой второй кошки, наверное, не будет никогда. И муж тоже об этом говорит. Она все время была с детьми, то есть они играли, они ее укладывали. Я, конечно, следила, чтобы все детские действия к кошке были без фанатизма, то есть, чтобы они ее особым образом не обижали. То есть, я видела, что это ее тоже радует, что она тоже привыкла к детям. В общем, была такая гармония, такой баланс у нас. И поскольку у нас частный дом, то мы брали эту кошку с расчетом на то, что она будет выходить на улицу. Ну как, держать животное вообще в заперти, когда ты там летом, вечером жаришь шашлык около дома или поливаешь огород? Это просто кощунство. Маркизенька начала ранее весной выходить на улицу. Ну, в сторис моей, помните, да? Зимой она с нами постоянно гуляла, просто как песик, как собачка, верно? Никуда не уходила. Там как-то даже мне казалось, что она с нами как-то разговаривает. И пришла весна, заиграли гормоны, и она стала выходить на улицу, она стала гуляться, и... Ну, живой организм, я очень спокойно к этому отнеслась, и я решила, что я дам ей разочек окатиться. Такая а-ля хозяйка Медной горы, но это действительно так, потому что я была в ответе за эту кошку, да, но как мой еще очередной ребенок. То есть ты всегда в ответе за тех, кого приручил. приходили к нам лощеные, такие породистые, такие домашние коты. Мы уже предвкушали, какие будут котята, потому что Маркеза сама была красавица, такая беленькая, да? Глаза у нее были очень красивые, и родословная у нее... Так, мы и уехали, все хорошо, не знаю, Мишутку он взял с тобой, нет, скорее всего, взял. Родословная у нее была очень интересная, поскольку мать, по-моему, у нее шотландка, ну, что-то вроде этого. Но взяли мы Маркезеньку далеко не из-за породы, просто вот она мне очень понравилась по фото. Все было хорошо, мы реально к ней привыкли, как к члену семьи, мы к ней прикипели. Да, она там, были у нее промежутки, она линяла, тоже это свои какие-то минусы, да, но мы к ней приспосабливались, мы уже привыкли покупать ей корм. Я уже в списках мужа не писала кошачий корм, он уже знал, какой корм покупается, влажный, сухой. И случались такие ночи, когда она гуляла, что она вот прям всю ночь на улице, и мы спокойно к этому относились. Она любила ночевать в гараже на втором этаже. Там у нас опилки, там какие-то подстилки, и там, видимо, мышки еще. В общем, ей там очень нравилось, там тепло, сухо, чисто. И получается 16, наверное, мая я забрала после работы Петеньку. Я не помню, где были малыши, возможно, у бабушек. И мы заехали с Петенькой в Рубльбом, купили Маркушеньке корма, приехали домой. А было очень зябко на улице, но, повторюсь, вот эта вот холодная весна. Маркиза бы сидела около дома, она ждала нас, забежала домой. Я даже не мыла ей лапки, потому что как-то терпимо было вот с загрязнением ее лапок. Она покушала, она прям накинулась на еду. Она покушала, и я подумала, что ну пусть кошечка останется. Ну, я почему-то думала, что она будет ночевать дома, но когда мы стали выходить на огород, она прям начала проситься обратно на улицу, прям сильно интенсивно. Мне что-то показалось это странным. Вроде бы она уже отгулялась. Мне показалось, что она была уже в положении. Вот прям просится настойчиво. И вот она как будто знала, что ей нужно уходить. Как будто ее звал. И вот в народе говорят, что домашние животные... Я не знаю, куры, там, козы, вот насчет них не знаю, что домашние животные отводят, берут на себя смерть от хозяев. Она, видимо, что-то чувствовала. Так я тут согнувшись сижу, мне краб мешает. Она попросилась на улицу, но думаю, окей, иди, может быть, в ночь забежишь. Ну, как-то благополучно мы про нее забыли, но такое часто случалось, повторяюсь. Она лазила и по сараю, и по улице. Тут травка вовсе уже шла, да, и в гараже любила, повторюсь, ночевать. На следующий день мы отправились на работу, и, как сейчас помню, был выезд, и где-то в 11 дня мне муж пишет, что, Ань, я нашел маркизу мертвой у колодца. Ну, я, конечно, первым делом не поверила в это, думаю, может быть, какой-то розыгрыш. Он сказал, что она была удушенная, и на ее тельце не было крови вообще, и что она была вся в слюнях, как будто кто-то с ней поигрался, какое-то животное. И, ну, вроде как, ну, тельце было таким переломанным, ну, деформированным. Мы, конечно, ну, муж ее, ну, так скажем, не буду впадаться в подробности, что муж с ней сделал, в общем, он ее похоронил. Где я, че, и как не буду говорить. Пойдем. У меня тут камера, Миш, аккуратно. А то сейчас упадет. Видишь, на руль, как я ее поставила. Лицо не грязное? Кофеку хлебнешь? Я про маркизу рассказываю, Миш, что случилось с маркизой? И мы решили разобраться с мужем, что же произошло. У нас на гараже висят камеры наблюдения, Ростелекомовские. И на Мангале. Да, такого ужасного качества, вот на гараже камеры, там, в общем, они реагируют даже на какую-то там паутинку. На каких-то мошек, которые ночью летают, на комаров, и там все просматривать, это вообще нереально. И муж позаимствовал камеры корейские. К Сиоме, что ли, Миш? Какие камеры он взял? К Сиоме, либо Мейзу. И повесил... На мангал и на голову. Да, повесил камеры ночного видения на мангал, на ту сторону, где нашли трупы нашей кошечки. Очень качественные камеры, до сих пор они у нас стоят, и будут стоять. И в следующую ночь камера зафиксировала двух охотничьих лайк. Представляете? У нас Маркиза, она не боялась никогда ни собак, ни кошек других. И зимой, помните, я в сторис вам снимала, что она отгоняла прям собак от дома. Все-таки породистые гены брали свое, но тут две собаки ее просто обработали. Вот такие дела. Вот такая ситуация. Мы первое время были просто в оцепенении. Реально, я повторюсь, что мы прикипели к нашей Маркизушке и другой такой кошечке, наверное, никогда больше не будет. Я написала хозяйке Маркизоньке, хозяйке ее матери и попросила еще. Именно с этого, ну, может быть, со следующего помета от этой же кошечки мне очень нравился характер Маркизы. Маркиза была очень чистоплотной в том плане, что, ну, практически ни разу она не сходила помимо лотка. Она никогда не лазила по столу, представляете? таких кошек редко найдешь. Днем с огнем нестыщешься. Хозяйка бывшая, ну, вот хозяйка Маркизоньки сказала, что у них нет больше потомства. Несна, то ли на кошку на улице не выпускала, то ли что-то еще. Короче, вот такие дела. И с 17-го, наверное, либо с 16-го, мая. Сегодня, ну, практически месяц, сегодня 11 июня. Только сегодня я, ну, наверное, смогла об этом рассказать. Вообще не было никаких сил. Вообще реально какое-то потрясение было. Так прикипели к Маркизке. Она мне, она мне мерещилась всюду потом. Мне кажется, она еще духа ее ходила. И дома я ее видела несколько раз. и около дома я ее видела однозначно. И вот спустя месяц я могу спокойно, без слез, наверное, об этом рассказать на аудиторию свою. Очень опасно заводить домашнее животное, типа кошечки, собаки. Повторюсь, я не знаю, что там насчет кур, коз, коров. опасно в том плане, что привязываешься капитально, просто капитально как члену семьи и потом потрясение. Будем ли мы брать кошечку еще? Мы пока даже не рассматриваем этот вопрос. Чтим память нашей Маркизеньки. Видите, да, заметили, что дети спокойно сейчас относятся к тому, что ее нет с нами. Не первое время, конечно, расстраивались, переживали. Но Алина ясно делаю еще пока недопетрила, так скажем, что случилось. так ищет на улице ням-ням. Дома там что-то упоминает Маркизку. Петя как-то у нас более спокойный. Миша видите, как реагирует сейчас. Конечно, мы стараемся, чтобы дети лишний раз не расстраивались, но вот такое приключилось. Вот таков наш первый опыт взятия котенка именно с детьми. Девочки, поделитесь, может быть, какими-то своими историями, возможно. можно. Да, может быть, мы в чем-то виноваты, но, повторюсь, как бы, шло все как обычно. Маркиза с конца февраля точно она выходила на улицу. кто отпускал вот этих лайк, кто вообще, что произошло. Обещала рассказать, смотрите, какие милые, облегченные, такие тканевые, текстильные кроссовочки для мальчиков. Мы взяли тридцатку и тридцать первый размер, но вот эти ориентировочные для Мишутки, и цена такая приятная, мы закупались в местном дешевом магазинчике порядка 700 рублей. В общем, разделят как-нибудь. Муж себе вот такие взял где-то за 1200, наверное, но такие на один сезон прикольные такие какие-то, да. Неизбитый дизайн, расцветка, и мне понравился тот факт, что подошва некипельно-белая, и здесь тоже подошва не белая, потому что, ну, можно, конечно, хорохолиться, брать обувь с белой подошвы, но у меня просто нет сил, понимаете, это все дело, все время драить. Так, муж приехал с посылкой, здорово, сейчас разберем заодно с вами. И такие понравились, смотрите, для Петра, 31 размер, тоже рублей 700, но они вот из одной бочки, да, одинакового фасона, прям классные, такие класснючие. Так, ой, сорян, что-то, наверное, я стукнула по вам. И себе я взяла вот такие, мне так понравились, они универсальные такие, в том плане, что подойдут под любой образ. И сейчас периодически случается, что я иду с работы пешком, прогуливаюсь, и, ну, какие-то удобные балетки нужны были. Не знаю, прям вот эти сразу подножки сели, где-то в районе тысячи рублей. это вот брошечка, очень интересно так пикантно выглядит, вот камера не улавливает вот эту красоту, как-то она выпеливает все. И перфорация, видите, такая, то есть на лето самое, но надеюсь, что поношу. И вот такие стельки тоже, как они, какие-то анатомические, наверное, да, хотел селек. Муж привез, сейчас разберу. И вот в таких я сейчас хожу. Это сниюшек, тоже мега удобные, кто-то мне писал, что бабушкинские. Девчонки пофигу, какие лишь были удобными. Это мой девиз на сегодняшний день. Я, кстати, на петель на выпускной, сейчас переключусь. На выпускной купила обувку себе, сейчас покажу. Вы представляете, я дошла до садика, и я поняла, что я не могу в них просто ступить. Может быть, дело в том, что я на сороковой, в тридцать девять недель третьей своей беременности я ломала ногу себе. Может быть, с этим связано, у меня такие боли открываются, жуткие, адские просто. Где они? Так, Алина, у меня там не проснулась. Вот такие. Они мега, вроде бы, удобные на ножки. Тут какие-то загрязнения уже. У меня мальчики по ним прошлись еще, они пока на крылечке стояли. Вот такие, вроде бы, стильные. Да, раньше я такие носила на раз-два. Замша, все дела. Ну, такой высокий подъем. Ну, как бы тут платформа, да, подъем должен быть такой настоящий. Он меньше, нежели кажется. Раньше я в таких щеголяла. А сейчас, после трех родов, после того, как такое произошло с моей ногой, не могу. Вот начинает просто выворачивать наизнанку весь голеностоп, особенно левый, который был поврежден. Такие дела. Так, я тут уже начала все разбирать из посылочки, и совсем забыла вам показать серьезно. Таким образом, все скомпоновано, ну, как обычно, аккуратненько. у них все очень быстрая доставка и приятная по цене доставка. что-то такого интересного, ну, конечно, перчатки рабочие для мужа. Очень много возится в гараже. У нас сейчас огород еще, да, ну, поняли уже. Сама объявляла несколько раз чек, показывала там мимолетно тоже огородик наш. Вот такие перчатки, наш взгляд, оптимальное соотношение цена-качество. Показываю тысячу раз. Вот такие, вот такие вот. Мы смотрели накануне в Леруа, что-то там они мега дорогие. Муж смотрел на Валберис, тоже говорит, не выгодно. Ну, как не выгодно, на Васильяке выгоднее. Такая вот отделка, обработка, там четырех нитей, из четырех нитей они состоят. Есть такие, есть которые из пяти нитей, пяти нитные, как там правильно, в общем, такие-таки. Мужа сейчас порадует. Такой классненький костюмчик для Леночки. Бонита на четыре годика, сто четвертый размер. Сейчас встанет, может быть, померяем с ней, посмотрим, если не забудем. В общем, да, такая расцветка, она как бы ручной работы, да, как правильно называется, вот эта расцветка, как бы индивидуальная. крутейший постельный комплект. Мне так понравилась вот эта вот нежная такая лиловая расцветка, да, когда вот жара, хорошо будет застелить вот такой постельный комплект. У меня двойчика с европростыней на молнии. Я тысячу раз говорила, что на Васильке каких только постельных комплектов нет. из любого материала, на любой размер. Вы не находите свой размер в стандартных размерах, да, которые представлены, Вы себе отшиваете на заказ. То есть любой каприз, как говорится, за Ваши деньги. Кстати, оптимальное соотношение цена-качество. Постельные комплекты, девочки, в пехоте должны быть всегда себя порадовать, застелить, либо подарить, да, всегда не стыдно, всегда приятно. И далее взяла брючки для Петра. Это Бонита, что ли? Да, Бонита. Это уже на 8 лет. Они нам, конечно, большеваты, но я решила взять одну, наверное, позицию. Наверное, в следующий раз еще одну позицию закажу, чтобы дети быстро растут, чтобы потом не метаться. Все-таки онлайн-заказы для меня наиболее приемлемые, потому что сегодня пробыли в городе. Даже вот просто заодно заехали за обувью и тоже устали. То есть время, на самом деле, лично, оно очень драгоценное. Его всегда можно потратить на что-то другое. На семью, например, на отдых. Футболка для девочки на 4 годика. Тоже Бонита, такая нежная, приятная. Какая-то такая пыльно-розовая. Здорово. Взяла я себе, заказала вот такую маечку в 44-м размере, хэбэшечку. Ну, то же самое на работу, подхалатно надевать, да, летом, жаркую погоду. Да, 44-й размер. собственно, бред Василька, видите, Василюк. Нежненькая, такая, приятная к телу для мужа шортики. 54-й размер. Я сегодня утром муж искал шорт и ругался. Мне говорят, ни о них шорт нету. Я говорю, дорогой, может быть, себе просто разобрать свой шкаф и посмотреть, что у тебя есть и чего у тебя нету. Ну, такие они, как летние, да? Классные, с кармашками, на резиночке. Так, так, внимание, внимание. Я заказала себе вот такой сарафанчик в 42-м размере. Возлагаю на него огромнейшие надежды. Слушайте, под него можно надеть какую-то водолазочку, такую нежную, светлую, да? Какую-нибудь телесную. Можно моно носить. Ну, я в любом случае померяю. Скажите, девочки, жду ваших советов. Ткань плотная, хаки, расцветка. Вам видно, да? В общем, тут по грудям вот такие вот стежки. Мне кажется, красиво будут смотреться кармашки. Сюда можно масочку положить. Слушайте, ничего, так для сестренки заказала вот такой комплект. 46 размер. Есть, скажем, на послеродовый период такие штанишки. Классные такие, нежные прям. У меня, кстати, сейчас минутку. Вот это вот моя домашняя пижамка, домашний костюмчик. Он тоже из подобного материала, из этой оперы. Сносу ему нет, серьезно. Штанишки по мере обязательно покажу. Тут бантик такой милый. Смотрите. И рубашечка такая. Очень важно, что на пуговичках, чтобы ребеночка можно было покормить без проблем. И расцветка. Как она называется? Как-то интересно. М-классика. Как-то называлась вот эта расцветка. Леопард не леопард, какой-то такой небесный леопард, да. Прикольный, яркий. Ладно, пошла я готовить. Как говорится, война, война и обед по расписанию. Домашние дела никто не отменял, несмотря на загруженность, да, несмотря на какие-то второстепенные дела. Спишемся в комментариях и надеюсь, что следующий блог выйдет побыстрее, нежели вот этот через энное количество дней, да, после предыдущих. Короче, бред очередной. Все, пока-пока. Спасибо за просмотр.